Помните рассказ Антона Павловича Чехова «Парень», когда молодой юрист соглашается провести в заточении 15 лет, и если он соблюдает это условие, то банкир ему выплачивает 2 миллиона. По окончанию этого срока человек отказывается от денег и уходит в никуда. Когда я прочитал этот рассказ в далекой юности, меня мучил один вопрос, что же, что же узнал? Этот человек такого о жизни, о себе, что так все в нем поменяло, его отношение ко всему. Этот рассказ я вспомнил сегодня, когда читал интервью с Рау Рухум, это основатель системы Human Design, дизайн человека. Он рассказывает о том, что когда-то ушел не с социума, а уехал на остров Наибицу и жил там как отшельник. И ему пришла эта система в виде откровения, то есть он ее не изобретал, он там ничего не создавал и не исследовал. Есть еще одна ситуация, которая мне тоже вспомнилась. Еще один человек, Джон Кеха, который уехал в лес на 3 года, жил там тоже в одиночестве, занимался наблюдением там за собой, за своим умом, и в итоге он тоже там создал систему подсознания, может, все. Вот все это активизировало во мне кучу вопросов. Что объединяет этих людей в их вдруг неожиданном изменении взгляд на жизнь, в полученных ими каких-то откровениях. Если взять, что их объединяет только единение, уединенность от мира, то можно вспомнить еще кучу каких-то примеров, когда люди, собственно говоря, и не уходили от мира, они просто погружались, дистанцировались и погружались в себя. Получается, вспоминается еще одна знаменитая фраза, да? На Дельфийском храме написанная фраза «Познай самого себя». Вот, скорее всего, этих всех людей как раз это и объединяет, что они неким образом умудрились настолько глубоко погрузиться в себя, что и это погружение позволило им иначе увидеть себя и вообще мир. Я ни в коей мере не призываю никого уходить из мира, бросать все, переставать жить, как они живут. Нет, я как раз о другом. Я вот про себя стал вспоминать и понял, что на самом деле, действительно, когда я жил обычной жизнью, я искал знания где в книгах, я искал знания у каких-то учителей. То есть я искал и опознавал жизнь и изучал ее через чей-то опыт и через чьи-то знания. Когда я отправился в путешествие, у меня возникла возможность быть жизнью без всяких посредников. То есть я стал видеть мир и жизнь такой, какая она есть. Я стал опознавать жизнь через познавание себя. В общем, познай самого себя. Вошло крупными такими буквами, написанными девизом в мою жизнь. Получается, я к чему это все веду, что все знания, все ответы на наши вопросы, они на самом деле находятся где-то глубоко-глубоко в нас. А может и не очень глубоко, просто мы даже и не пытаемся посмотреть туда. Может быть они лежат на поверхности, но все равно нужно в себя погрузиться. Так вот, я веду к тому, что можно никуда и не уходить. Можно использовать то время, которое есть у нас прямо сейчас. Находить его в обыденных днях, в обычных. Из-за дня в день, которые с нами происходят, всегда можно найти немножко времени. Времени, чтобы остаться с самим собой. Вот просто сесть, ничего не делать, не думать всякие мысли, не думать о том, что я буду делать сегодня, завтра, послезавтра, ничего не планировать. Вот просто сесть и начать смотреть самого себя в ту глубину, в ту тишину. Появилось время, раз, и остался с самим собой. Здорово у меня, по крайней мере, это получается, когда я где-то нахожусь во взаимодействии с природой, на берегу реки, в лесу, в парке. Что-то начинает действительно происходить. Никуда я не убегаю, никуда я не ухожу. Вот, я нахожусь так же в мире, но я вдруг как что-то, что-то начинает видоизменяться, изменяться во мне, в моем взгляде, не знаю. В общем, происходить начинает нечто мистическое. Просто от того, что я начинаю, опять же, опознавать себя, погружаться, смотреть в себя. Предлагаю вам использовать те свободные минуты, то свободное время, которое у вас находится на общении с самим собой. Продолжение следует... Продолжение следует...